Опа! Вот такой у нас есть водопад маленький. Прямо на подъезде к нашему деревню. Вот такой вот. Супер, да? Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, хозяйка медвежьего угла Елена Горчакова. Сегодня ночью. Сынуля, у меня уже улегся спать, а я решила порассуждать еще о деревенской магии вообще и кое-что вам рассказать, ну, в плане практических советов из области деревенской магии, народных примет и так далее. Вот знаете, когда человек переезжает на землю, на постоянное место жительства из города, особенно ощущается, то есть, может быть, человек, который родился в деревне, он не так сильно это замечает, как человек, который всю жизнь провел в городах. Как бы переезжаешь, и когда начинаешь жить, когда это твой дом становится, земля, погружаешься, погружаешься вот в этот вот магический мир. Как будто бы, я не знаю, все эти тонкие энергии, о которой говорили славянские боги древние, Господь-седержитель сотворивший всю землю, вот это все становится таким близким. Я не знаю, может быть, это только мне так стало, но духовные озарения просто на каждом шагу встречаются. И особенно четко понимаешь, насколько это все реально, насколько это все работает, понимаете, в чем дело. Вот именно поэтому, потому что это все реально и работает, я хотела, ну, как бы задолго до Крещения, до того, как будет крещенская водичка, рассказать вам кое-что о воде и ее свойствах. Как воду используют в деревенской магии, я бы сказала, что мне порассказывали деревенские бабушки, что можно, что нельзя делать с водой. И вот все вот эти вот приметы, они меня, или приметы, или традиции, или ритуалы даже, они меня навели на такую мысль. Понимаете, вот интересно, в народных вот этих вот приметах сохранились дохристианские традиции. Это точно совершенно, они прямо там чувствуются. Вторая часть какая-то традиций христианских, христианских, вернее, дохристианских, они при введении на Руси христианства, они приняли форму молитв, обращения к святым и так далее. То есть как бы так замаскировались, что ли, если можно так выразиться. Поэтому и вот эти вот все странные, немножко странные, так сказать, с точки зрения, ну, классической, классического подхода. Молитвы, они очень действуют. Понимаете, в чем дело? И вот что я хочу еще сказать. Мы сейчас молитв славянским богам, тем, которые были нашими истинными богами до пришествия христианства, мы этих молитв уже не помним и не знаем. Поэтому, может быть, есть смысл обратиться к молитвам христианским. Я когда буду рассказывать, я буду использовать слово «криница». Криница не имеет никакого отношения к рынкам, ну, если только переносные. Криница – это любой источник воды, чистой воды имеется в виду. Это колодец, это река, это ручеек, это родник, это любое из чего-то. Вот я, когда бабушки говорят, что делать с водой, они иногда «криница, криница, из трех кринец возьми, то-се-сделай» и так далее. Вот, что это значит, я сразу же уточню. Ну, а теперь почитаю вам то, что я записала за последнее время в отношении воды. Итак, о воде. Приметы, деревенская магия о воде. До весеннего Николая, который бывает 22 мая, нельзя купаться в водоемах. Вот даже если жарко, ни в коем случае нельзя. Исключение из этого правила допускается в том случае, если вы услышите, как кукует кукушка до Николая, то есть до 22 мая, тогда можно открывать купальный сезон. Вот кукушка закуковала, значит запрет на купание снят. Все, купальный сезон открывать можно. Дальше. Перед тем, как войти в воду, прочитайте «Отче наш» молитву и скажите следующее. «Христос купался, воды не боялся, и я буду купаться, воды не бояться». И при этом все-таки помните, что самое опасное время для купания в водоемах – это полдень и полночь. Нежелательно купаться, крайне нежелательно купаться в полдень и в полночь. Дальше. «Когда в водоеме во время купания у вас судорогой свело ногу, не паникуйте, читайте «Отче наш», крестите место, сведенное судорогой». Помогает. Правильно, кстати говоря. «Не купайтесь в водоемах в ночь на Ивана Купалу, не подвергайте риску свою жизнь». Вот так вот. «Купаться в водоеме нужно с крестом на груди. Старайтесь не купаться после захода солнца». Вот это вот к чему это все, да? Это к тому, что явно существует множество живых сущностей, которые живут в водоемах и могут быть недоброжелательны к человеку. Могут быть доброжелательны, а могут быть и нет. Вот как бы, да, в таком плане. Я их, честно говоря, всегда воспринимаю как таких склонных к хулиганству, я бы сказала. Может быть, даже как детей таких, которые могут заиграться и этим навредить. Поэтому все-таки как бы именно вот такие вот меры, ну, чтобы они держались в сторонке, принимать надо. Дальше. «Для того, чтобы живот не болел, следует пить холодную воду за полчаса или за час до еды». Вот вам следующие приметы в отношении воды. Тоже подтверждено современной наукой, а бабушки знают вот так вот, чтобы живот не болел. Ну, я бы сказала, чтобы лучше функционировал желудочно-кишечный тракт, да? На них говорят, чтобы живот не болел просто. «Пить воду следует, ложась спать и вставая с постели». Тоже современная наука подтверждает. Вспомните сейчас, вы просыпаясь утром, выпиваете стакан воды и так далее, да? Бабушке всегда пить воду нужно, ложась спать, одну крошечку, и вставая с постели, еще одну крошечку. Они всегда сразу же, крошечка с водичкой стоит, вернее, черпанули, и вперед попили утром, и вечером точно так же. Когда идете по воду, нельзя ни с кем разговаривать и оглядываться назад, кто бы вас не позвал. Вот запомните, переселенцы на землю, если вы идете в своей местности, в своем новом доме за водой, с канистрой, с ведром, с чем хотите, кто бы вас не позвал, нельзя оглядываться назад. Это важно. Дальше. Так. А вот уже для городских жителей. Если вы живете во многоэтажке, необходимо набирать воду сразу же после полуночи, чтобы первая капля попала в емкость. Но это о первой воде. Дальше будут еще приметы записаны, которые объясняют, почему так надо делать. Самая сильная вода в ночь со следы на четверг. То есть, если вы лечитесь водой, что-то делаете, в ночь со следы на четверг, ровно в полночь. Кран откройте, прямо вот чтобы первая капля. Почему? Потому что бабушки используют такой термин, такой непочатая вода. Как бы если вы возьмете вот в эти сутки, возьмете воду первым откуда-нибудь. То есть, даже если это водопровод, никто в вашей многоэтажке вот эту воду еще не взял вот эти сутки. Раз, секунду, перечелкнула, да, наступили, и вы первые, кто ее берет. Так что можете с часами в руках кран открывать. Да, если вы откроете кран раньше, до наступления полуночи, это не считается. Это считается вода прошлого дня еще. То есть, она должна начать течь в эти сутки к вам первому. Вот в чем фокус. Вот. Так, воду нельзя плевать, иначе на лице будут вскакивать прыщи и болеть голова. Дальше. Не давайте пришлым людям из семейной кружки пить. У вас могут начаться семейные неурядицы и скандалы. Никогда не обращали внимание, что умные люди, если у них просят водички попить, они достают одноразовый стаканчик. Я как-то раз, как-то встречалась с этим много раз, то есть такое встречалась, ну почему все-таки одноразовый, ну вроде бы вымыть можно и даже продезинфицировать и так далее. нет, но вот оказывается примета такая есть, чтобы не давать пить посторонним из семейной кружки. И правы люди, которые со своей кружкой ходят, приходят, если им там надо где-то будет находиться и попить, тоже в этом есть большой смысл, глубокий. Дальше. Светят и пьют воду, чтобы очистить душу от грехов. Вот так вот, то есть можно освященной водой попить святую водичку, взятую в церкви, этим очистить душу от грехов. Ну, свеченой водой кропят в доме, конечно же. Свеченую воду используют при всех болезнях, то есть вода, которую освятили в церкви, святая вода, она может использоваться как лекарство прямо. Дальше. Наиболее сильная свеченая вода иорданская 18 января освященная, крещенская 19 января и сретенская 15 февраля. Ну вот я, допустим, до того, как я вот поговорила с бабушками об этом, я считала, что только крещенская вода такая мощная, целебная. Оказывается, еще иорданская и сретенская есть, то есть еще 18 января и 15 февраля сюда же относятся по силе. Но все-таки крещенская кажется сильнее. «Вечером не выливайте воду из ведра на землю. Если вступите на это место, то можете заболеть». Вот так вот. Вода, взятая из трех кренец до восхода солнца, хорошо помогает при всех видах порчи. Вот это как раз я хотела объяснить. Креница – это любой источник воды, то есть это колодец, ручей, родник, река, что угодно. Вода должна быть питьевой во всех трех источниках, то есть нельзя смешивать грязную питьевую воду. Если у вас есть три источника таких, вы можете именно до восхода солнца пройтись по ним, взять из каждого по части по третьей воды, смешать эту воду и этой водой лечиться от порчи. Очень эффективно говорят, очень сильно помогает, очень хорошо действует. Дальше. Вот про непочатую воду, то, что я хотела рассказать, когда провод рассказывала. Непочатая вода, которую берут перед восходом солнца из колонки или колодца, хороша для здоровья. Непочатая называется потому, что никто воду перед вами не набирал. Вот. Дальше. Не давайте никому пить воду через порог. Плохая примета. Дальше. Икота напала попейте мелкими глотками холодной воды, но это уж все знают, наверное. А вот интересно. И не мойте руки в воде, в которой варились яйца. Вот так вот могут кожные заболевания начаться от этого. Свежая колодезная вода будет лучше усваиваться организмом, если перед питьем она сутки отстоится в глиняном кувшине с широким горлом. Имейте в виду. То есть холодную колодезную водичку неплохо поставить в глиняный кувшин с широким горлом и пить только через сутки. Еще лучше будет. Вот. Так что про колодец вот есть приметы. В том месте, где позорим, первый туман ложится, необходимо копать колодец. Вот кому нужно копать колодец, знаете. Дальше. Место для копания колодца можно определить следующим способом. Взять несколько яиц, положить их под горшок в нескольких местах на целую ночь. Утром поднять горшки и осмотреть яйца. Где на яйцах есть росинки, там и находится вода. Вот так вот, где запотели они, там и водичка. Еще приметы. Нельзя есть над колодцем, жабы заведутся. Колодец чистят, когда нет дождя. Возле колодца желательно посадить вербу или калину. Дальше. Не плинкайте губами, когда вытягиваете воду из колодца. Жабы заведутся. Не плинкайте губами. Вот кажется, смешные приметы, а вот действительно жабы заведутся, что делать тогда? Нельзя ночью ходить по воду. Нечистый может испортить воду. Ну вот, знаете, деревенская ночью это после заката. Перед рассветом это уже утро. То есть три часа, я бы сказала, до трех часов ночи нельзя ходить по воду. С трех часов ночи примерно это перед рассветом, потому что светает где-то в 4.30 бывает вот так, иногда в 4 первые лучи пробиваются. То есть с четырех часов утра надежно уже можно ходить по воду. Когда идешь по воду, нельзя грызть семечки. Люди будут на вас плевать, если вы будете грызть семечки. На Илью пророка необходимо осветить воду и влить в колодец, чтобы вода в нем не портилась. Чтобы прекратить засуху, необходимо несколько раз бросить в колодец несколько зерен свеченного мака. вода вода в колодце была чистая, на первый спас необходимо осветить колодец. Дальше на ночь перед годовыми церковными праздниками необходимо закрывать колодцы, чтобы не испортить воду. Так вот снег собранный в крещенский вечер бросают в колодец, чтобы весь год была вода. Вот можете собрать будет скоро крещение, соберите вечером снега и бросьте его в колодец. Весь год будет вода, никогда не уйдет. Вот такие вот интересные приметы про колодец я собрала у бабушек. Но есть еще несколько молитв, но я пока как-то не готова внутренне, я их еще не выучила, а молитву читать с листа как-то нехорошо, ее нужно, мне кажется, что молитву нужно помнить, когда читаешь ее. Поэтому про молитву я сделаю отдельный рассказ про молитву на воду и про другие молитвы, которые в деревне применяются для того, чтобы защититься от разных всяких напастей, привлечь всякую разную удачу и хорошие события. Ну, а на этом, пожалуй, разговор о воде сегодняшней, о воде в деревенской магии можно закончить. Я прощаюсь с вами, желаю вам всего доброго, дорогие друзья. Все, не забывайте ставить лайки, если вам понравилось, и, конечно, подписывайтесь на мой канал. Буду очень рада также видеть вас в моем таежном магазинчике. Ссылочка будет в конце видео, ну и всегда есть в описании под видео. Всего доброго, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok